Народ, привет! С вами снова мы. Да, мы в Эмиратах, мы в Дубае. Мы в прекрасном отеле, самом высоком отеле в мире, который мы вам уже показали. Отель называется Гевора. Чего-то только нет. Тут есть все. Тут даже есть музей машин. Представляете, в этом огромном отеле еще сделали для туристов развлекаловку музей машин. Сейчас пойдем посмотрим, что это такое. Ставьте лайк, начинаем идти. Мы предполагаем, что он находится, точнее, судя по указателям, где-то как раз по выходу из бассейна и завернуть. Извечки красиво и стоять, но сейчас не вечер, поэтому огонька нету. За окном чудесный добрый сказочный Дубай. Откроешь дверчатки. Мы думаем, что он где-то, возможно, даже стал. Мне кажется, нужно спросить. Хорошо, сейчас пойдем и спросим. Только что зашли в бассейн спросить у сотрудника, там веселый мальчик Саат. Он нам сказал welcome to hell. Добро пожаловать в вас. Сейчас 12 и очень жарко в бассейне. Не знаю, как там люди находятся. Думаю, день в 10-30 вы сбежали. Он типа спросил, как вы здесь 7 лет ходите. Тут же очень жарко. Все, Наташ, давай покажем эту дорогу, как мы и предполагали. Это находится здесь, пройдя мимо женского тренажерного зала. Сейчас, думаю, мы вас будем удивлять по-хорошему. Небоскребчики. Но жара, конечно, адская. Как сейчас вы посмотрели в телефоне, 39 ощущается как 51. Да правда, правда. Так, по-моему, сказал бы сюда вот. Да? Нет. Ёпта, а куда мы это вышли? Нет, точно не сюда. Значит, прямо. И вниз он сказал. Точно у нас снэпа? Может быть, спустимся на это? А куда же мы спустимся? А сейчас узнаешь. О, боже. Наташа чуть не убилась. Господи. Ёлки, блин. Я не увидела, реально. Телефон не выронила. Молодец, слушай, у тебя это как его реакция. Я сейчас посмотрю, что здесь в середине. В общем, народ веселуха. Все еще ищем. И ищем как в Басе музей машин. Но люди и сказали, что в принципе я тут. Больший степ. Больший степ. И Наташа. Мне кажется, что здесь нужно идти. Ну это пешком идти. Да. Ну вниз спуститься, он сказал, по-моему, мальчик. Не? Он сказал? Он не сказал, лифт использовать. Ну серьезно. Ну идем, идем вниз. Мы отсюда выйдем? Не, не знаю. Народ, как вы думаете? Ставьте лайки, пишите комменты. Мы находимся в отеле, здесь хорошо, здесь комфортно. Мне казалось, что он сказал спуститься и открыть дверь. Вот он и есть музей машин. Я умничка. Все окей. Да. Ну а теперь, народ, смотрите, попали мы в сказку. Наташа в шоке. Хотя лифт добыл. Бэтмобиль. А вот теперь смотрите. Ух ты. А что самое приятное, мы здесь одни. Может, масочки приспустил? Потому что, смотрите, мы находимся, считайте, на улице. Прекрасный вид, но жара просто немеренно дикая. Бэтмобиль. Реально. Настоящий Бэтмобиль. Слушай, просто отелю нужно похлопать. Такое содержать. Он поднимается. Знаешь, как-то посмотри. Он реально как-то. О, боже, какой он длинный. О, боже. Вот это да. Елки-палки. Сейчас сниму видео, а потом пофоткаюсь просто с каждым автомобилем. А посмотри сзади, какая она. Да. Фу, маски приспускаем, потому что очень. Может, уже кто-то лежит. А я думаю, кто-то спит. Ждет очень. Вижу пофоткаться. Вон посмотри. А давай обойдем. Смотри, реально как это. Или это вентилятор? Что это? Вот вы видите его в движении. Да, и такой Бэтмен здесь такой. Ребята, это мой Бэтмобиль. Это просто круто. Жалко, что не написано на каждом автомобиле. Знаешь, условно год, скорость. Такое. Было бы вообще приятно. Очень классно вообще. Очень классно вообще. Класс. Ну, я просто не знаю, любители смотрят. Мне кажется, это не все, это сороковые, наверное. Ну да, наверное. Я же говорю, жаль, что не написано, потому что мы так, как бы, мы машины-то любим, но чтобы мы в них разбирались, то нет. Или Порше, я не знаю. Да, Порше. Мерсик стоит. Боже мой, как они это собрали все? Неужели такие машины когда-то ездили по Дубае? Поверить не могу. Ну, ведь ездили, наверное. Не, ну, наверное, немножко покупали. Ну, конечно. Я думаю, что они не привозили, что они просто перекупили и сделали такую мудрую вещь, когда очень жарко, чтобы люди просто могли прийти и насладиться. Это что за машинка? Масерати. А я думала, она Масерати называется. Масерати. Угу. Масерати. Красота какая. Питяна, смотри, как шина порвалась. Лопнула. Ого. Ребят, ну это от жары. Жара просто вообще. Обидно, что покрышки будут. Ой, какой вообще фордик. Класс. А я сяду в кабриолет. Пожарный, да, какой-то, слушайте, пожарный форт. Какая красота. Посмотри, какой орел, это вот там, смотри, колокольчик, там, наверное, водитель легко сидел и звонил. Вон, смотри, коллекция Ахмада Абдул Рахима Аля Та. Пора было преувеличить. Нет, смотри, а там не было написано. Увеличить, точнее. Я не знаю, кто это за человек, но увидишь. Спасибо вам, дорогой человек, такую коллекцию прям сделали. Это вообще дорогого стоит. Вот еще один фордик. Ой, какая красота. Не знаю, что-то написано тут. Еще один парень пришел посмотреть коллекцию. Интересно, те шины уже развалились, да, а эти шины стоят. Как это понятно? Не знаю, как бы, может, и поменяли, а может, ту специальную шину не меняешь, чтобы показать, как здесь жарко. Это коллекция фордиков именно, фордов. А посмотри, это, наверное, защита для водителя, да, стекло? Да, как умно сделано, смотрите, ребята. Не знали, как еще сделать, но уже защита. Вообще умненько, как сделано. Хотя, подожди, ну да, он ниже сидит, водитель, получается. А я, честно, думала, что это... А для чего, увеличительное? Не, да, я думала, что увеличительное, да. Показай, чтобы видно было все. Хотя, с другой стороны, ну да, какое увеличительное. Так, что... О, и там внизу еще есть. У-у-у, мы сюда пойдем. А это такое сидение тоже прикольное, реактивное, да? Сядешь, как взлетишь. Какие виды шикарные. Вернулись, вернулись мы к Фордику, и тут Наташа нашла надпись интересную. Made где? Я не вижу, где сделано. Made by A&G. А, это фирма такая. Все, фирма, завод. И номер, модель 666. Вообще. Класс, вообще. 1912 год. Ну, почти написано. А, это да, это я видела, уже засняла. Это такое реактивное сидение, где можно взлететь сзади музей будущего. А мы продолжаем сейчас просматривать коллекции. О, тут даже с номером. Это, то есть, кто-то дал свою машину. Интересно, а что это за GTR? Кто знает, что за фирма? Ну, народ, мы не знаем. Но выглядит безумно классно. Я заре такой форсажик. Nissan, наверное, смотри. А, Nissan GTR. Да, смотрите, какие модели. Вообще класс. А это не Nissan, это что у нас? А, да, нет, тоже. Мне показалось, что это Мазерати значок издалека. Нет. Тоже с такими крылышками сзади. Не, мощно-мощно. Mitsubishi. Это гоночные такие больше. Так ветер дует. Я надеюсь, что у нас лег, чтобы... Я все время путаю. Правосторонние, левосторонние. Видишь? Так, аккуратно. Здесь тоже я чуть-чуть уже не полетела. Красиво. Это у нас что такое? Акура, наверное. Ага. Это тоже Toyota, по-моему, делает. У меня симпатичная вообще машина. Как в нее сесть? Она такая низенькая. Подожди, дай тут свечевая. Дай-ка я посмотрю. С этого показать. Ох, народ, ну кто тачечки любит, пишите. Какую бы вы себе выбрали? Я даже не знаю. Честно, я бы хотелось бы в Ford'ик сесть. Вот в этот симпатичный Ford'ик. Не, ну в пожарную, конечно. В пожарную. И позвонить там, поехать. А это какая фирмочка? Не знаю. Тоже похоже на вот две фирмы. А это Subaru, да? Это Subaru. Белая Subaru симпатичная. Вот. Стараюсь переговорить музыку. Можно я поумничу Subaru? Это в переводе с японского. Это созвездие, семь звезд, которые называются... О, вот оно. Одна большая звезда и шесть маленьких. На русском это плеяды, а на украинском сто жары. О, понятно. О, вот оно, вот оно, вот оно. О, красота какая. Наверное, я буду с ним в Porsche. Вообще, вообще, вообще. Вот это вот Porsche уже один был, но этот как-то больше нравится. Ну, в такой бы и я присела. Это я не могу понять. Страус? Змея? Змея. Змея. А кто это? Ух ты. Слушай, надо будет вести в гугле знак змеи. Что это за красота такая? Мы не знаем. А это? А, аа, Lamborghini или Lamborghini. Тоже не уверена, как правильно произнести. Вот такая вот маленькая моделька. По-моему, у меня такая коллекция в детстве была. Ну, шикарно. И снова Porsche. Ну, Porsche, конечно, это красота. О, вообще. А? Называется? Гадюка. А, гадюка. Ха, классно. Так, Mitsubishi красивый такой. Симпатичный очень. Ой, красота. А это что у нас? Chevrolet Corvette. Chevrolet Corvette. Ну, это вообще, конечно, такое увидеть, ребят. Ну, мы ожидали, что будет классно. Но вообще не так. Это Хондочка. Гоночная Хонда. Красота какая. Гоночная Хонда и весь ряд машин. Вот такой парк. Ну, это еще первый зал. Там еще дальше зал есть. Так что вообще, мы сейчас идем дальше. Мы очень довольны. И, и... встретимся в другом зале. Ну что, друзья мои, как вам музей машин в отеле Гевора? Переходим в следующий зал. Нам очень нравится, что можем сказать. Это вообще... Это мега. Даже масочку приспустила, потому что здесь только один молодой человек ходит. И, в принципе, он без маски. Так что, нормально. Когда мы к нему подходим, мы еще маску идем. Так, ну что... Ну, перевожу ваш взгляд просто на шикарную машину. Мне цвет уже нравится такой. Он переливается розовый, фиолетовый. Что это за красота такая? Я не знаю, что это. Что это такое? Мне вообще на Кадиллак похож. Ну, может быть, Кадиллаком? Отсюда он коричневый уже. Розовый, фиолетовый, коричневый. Это Кадиллаки, по-моему. Кажется, мне это коллекция Кадиллаков. Так, это что у нас такое? Челлендж РТ тоже. Ох, народ, как мне жалко, что я в машинах не разбираюсь. Не могу вам так ничего сказать. Поэтому показываю. Красота какая. Это бело-голубая машина красивая. Это что такое? Лошадка. Мне даже ослика напомнила. Честно, думала, что ягуар. Но это не ягуар, это не пума, это не тигр. И это тоже лошадка. Красивые какие машины. Так, начнем с этой стороны показ. И снова лошадка. Господи, ну что же это такое? Пишите в комментах. Мустанг. Да, мустанги. Да, мустанги. Ну, Наташа вообще молодец. Видите, она не только... Да, Наташа не только разбирается в золоте и парфюмах. Ну и что и в машинах. Молодец. Еще умеет читать. Еще умеет читать. А я вообще не заметила. Потому что у меня через камеру такой узкий вид. И честно, иногда часть наших видео, наших достопримечательностей я смотрю потом с вами по YouTube-каналу. Ох, красота какая. Ой, вот это вот вообще вот. Здорово, это просто. Хорошо, что через камеру хорошо видно. А там и так солнце хорошо бьет в глаза. И мне видно слабенько. Не, не надо, давай так уже. Что там? Меня показывать не нужно. Нужно народу показывать машины. Это просто... А это прям по приолет, смотри, вверх, что-то. А вот это, посмотри. Это машина как будто... Из Макса, да? Нет, не из Макса, мне из Назад в будущее, когда там профессор изобретал машины. Не знаешь, а мне нет. Да нет, нет, но на самом деле те машины стоят в Лос-Анджелесе в музее. А это что-то такое фантастическое. Может, посмотри, вон как дочит. А, может быть, все. Просто я Макса не помню, давно его смотрела как-то. Хотя машины там же находили. А вот это такой Chevrolet, такой джипик. Шикарный. Такой джип, даже я не знаю. С такими колесами, кстати, да, по пустыне проехать самое оно. И вот это вот точно Кадиллак. Ну, слушай, ну это без сомнения должно быть. Это без сомнения должен быть Кадиллак. Так, ребяточки, пишите, что это. Не вижу отсюда. Что? Не знаю. Ну, я сразу сказала, но это даже для меня, ясно. Хотя, конечно, у нас Наташа любимая машина, это BMW. Не, мы сейчас остановимся и пофоткаем просто. Давай Наташами померим. Наташа предлагает лечь и померить Наташами. Так, музыка снова играет громко, я стараюсь говорить громче. Это у нас Lamborghini, он же Lamborghini. Прошу прощения, поправляйте в комментах. Не знаю, как точно произнести. Это Jensen, Jensen. Что значит Jensen? Наташа, что за машина такая Jensen, ты не знаешь? Jensen. Ну, это вот смотри, какой классный. Это Lamborghini, а это вот Jensen. Я не могу понять, что это. Такая машина Jensen? Ну, вот красненькая еще машинка. Назовем ее красненькая, поскольку я не вижу. Она ездила по дорогам точно, потому что он салит, по-моему, есть. Видишь, эта штучка. Салит такая штучка, вы должны заплатить, когда вы переезжаете из Эмирата в Эмират. В Дубай особенно, вы въезжаете. Если у вас есть машина. Нет, на всех дорогах. На всех дорогах, да? Да, понятно. А вот Citroën, уже написали Citroën. Спасибо вам большое, что написали. Потому что, смотри, мы не можем, вот красненькую я не могу укладать. Смотри, какая она. А тут на него песок. Красивая. Мне кажется, посыпалось что-то. Вот, о, разбилась. Посмотри, блин, хорошо, что стекло не разбило. Красивые все трое. А это Maserati. Ты уже ездила по дорогам. Да, тоже здесь салик есть. Ох ты, красиво. Слушай, а может они просто здесь паркинчуты? Слушайте, народ, ну мы в шоке. Такие классные машины просто. Ну, Cadillac это вообще. Короче, шесть больших шагов. Шесть больших. Шагов. И вот огромный Cadillac, который вот там вот. Но сейчас осталось еще красивых машинки. Такая музыка играет, как раз хорошая такая, которая подходит, когда ты рулишь на таком. Это, я думаю, тоже очень похоже на Cadillac. Вот на такой музыке ты должна ехать и рулить такой машиной. На Cadillac и здесь эти кубики. Видишь, любитель, наверное, один хозяин. Любитель кубиков. Ну, наверное, да. А это же тоже Cadillac? Я думаю, что да. Я назвала Cadillac. Это вот попка, напоминает попку Cadillac. Хотя, опять-таки, народ, исправляйте. Вот я не знаю уже. Значок. Не знаешь такой, Наташа? Ви. Ви. Чейз значок Ви. Ну, народ, ну так, я думаю, что это двойная уверенность. А это Chevrolet, на минуточку, Chevrolet. Слушайте, ну, друзья мои, этим мы очень довольны. Эта экскурсия, можно сказать, еще и бесплатная. Кстати, вот я не знаю, могут ли посетить люди, которые не живут в этом отеле. Никого здесь нету, никто билеты не спрашивает. Но чтобы пройти на эту экскурсию, вам, наверное, понадобится купить себе отель. Наташа, скажи. Обалденно. Мы просто обалдели. Мы довольны, что мы пришли. И вообще, как бы, сейчас закончим наше видео и наделаем очень много фоток с красивыми машинами. Вы пишите комменты, пишите, как вам, пишите, любите ли вы машины. И мы спрашиваем про несколько машин, если вы знаете Марту, пожалуйста, напишите. Все, всем пока, всем добра. Мы пошли фоткаться.